Эту картину Перов написал, когда ему было всего 24 года. Полотно молодого художника сразу обратило на себя внимание характерностью отрицательных персонажей. Язык живописи в данном произведении звучит со всей определенностью – жестко и сухо. Единственный романтизированный образ на картине, взятый под стражу юноша. Кажется, будто весь свет, проникающий в избу, сосредоточился именно на нем. Молодой человек чрезвычайно бледен. Лицо его слишком благородно для преступника, и вместе с позой выглядит нарочито трагичным. Призрачность фигуры подчеркивается неестественно тонкой рубашкой. Юноша противостоит своему окружению, как некий идеал. Остальные герои картины далеки от эфемерности и даже гротескной. Художник умело передал характер каждого из них. Вот, очевидно, боязвивый волосной староста держит несчастного под руку, словно опасаясь побега. Хотя по заключенному видно, что он абсолютно отрешился от происходящего. За столом с перевязанной от зубной боли щекой, подобострастный писар пройдоха ждет, пока начальство прикажет записать что-нибудь в протокол. Лежащая на столе правая рука Станового, как будто совершает просительный жест. И это предположение небезосновательно. Перов всегда изображал представителей власти напыщенными глупцами и взяточниками. У окна стоит хитрый слуга, а из-под тяжка наблюдающий за разворачивающимся действом. И, наконец, горделиво, словно не в ветхой избе, а на заседании суда, восседает бездушный, грубый и безжалостный Становой. Длинная трубка на восточный манер в левой руке Станового лишь подчеркивает его излишнюю самоуверенность. Мужчина курит, не выходя из комнаты. Нарисованные в непосредственной близости от его фигуры корзина с яйцами, бутыль с водкой и розги выступают на холсте как доказательство взяточничества, пьянства и широко использовавшихся в дознании телесных наказаний. Виднеющаяся в дверном проеме грустная девушка добавляет сюжетную линию произведения «Новые краски». Картина уже не просто звучит, как насмешка над правосудием. В нее вплетается тема столкновения добра и зла, темного и светлого, а также социального контраста, который до сих пор не отмечался в русской живописи. В этом заключалось новаторство Перова. При работе над картиной молодой живописец пользовался зарисовками из старого альбома. Многое подсказала ей прекрасная зрительная память. Денег на натурщиков не было. Единственный персонаж, нарисованный с реальной модели, это обвиняемый. В качестве прототипа выступил Иларион Михайлович Грянишков, также художник. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok